Как оплатить мои платные видео? В предыдущем видео я показал вам свой канал, где находятся все мои видео, которые в свободном доступе, а также как найти видео по конкретной швейной машине и где я размещаю ссылки на свою платную страницу. О ней сейчас и поговорим. Переходя по ссылке на страницу с платными видео, вы выбираете нужное, нажимаете «Подробнее о видеоуроке» и попадаете на страницу, где можно посмотреть, сколько стоит видео и есть кнопка «Купить». Можно вернуться обратно на страницу продуктов, выбрать другое видео. Например, возьму видео по чайке 142М и на нем покажу, как проходит оплата. Здесь пока ничего не происходит. Вы указываете свое имя и адрес электронной почты, на которую вам придут ссылки на видео. Поэтому не ошибайтесь, укажите точный адрес и главное не забудьте, какой именно указали. Запишите. Нажимайте кнопку «Заказать». Сформирован счет. Этот счет будет действителен в течение 9 дней. Сразу же на почту, которую указали, придет письмо, где система будет предлагать вам оплатить этот счет. То есть оплатить счет можно сразу же во время заказа или же в другое время в течение 9 дней. И в течение этого времени на электронную почту будут приходить напоминания о неоплаченном счете. Если вы передумали оплачивать, то просто не реагируйте на эти письма или удаляйте. Далее нужно выбрать способ оплаты. Если у вас есть Яндекс.Деньги, то выберите эту кнопочку. Включаем и нажать «Оплатить». Пробуем Яндекс.Деньги. Здесь все очень просто. Все уже заполнено. Нажать «Перевести» и далее, как обычно, вы пользуетесь своим кошельком Яндекс.Деньги. Система перенаправит вас на вашу страничку Яндекс.Деньги. После авторизации, если понадобится, подтвердите еще раз оплату и система напишет сообщение, что платеж успешно совершен. Если нет кошелька Яндекс.Деньги, выбираем «Интеркассу». И здесь открывается много разных способов. Выбирайте тот, который вам подходит. Если вы уже оплачивали каким-то из этих способов, то вы сразу же его увидите и узнаете по картинке. Например, если оплачивали через Киви кошелек, вот он. Можно через салон связи. Связной. Билайн. Мегафон. Можно нажать Киви. Вот такая страничка появится. Нажимаем «Оплатить» и далее, как обычно, с вашим кошельком. Если у вас есть такой. Если передумали и хотите выбрать другой способ, есть кнопка «Вернуться к списку платежных систем». Вы нажимаете на любой значок, что выбрали, и далее там будут подсказки, что нужно делать. Ну, самый, наверное, распространенный способ. Через карту Visa. Никуда не нужно идти. Сразу же можно оплатить и получить все видео. Выбираем этот способ. Видим знакомое уже окошко. Далее кнопка «Оплатить». Обратите внимание, цена за видео стоит в рублях. Но если вы будете оплачивать другой валютой, например, у вас на счете гривны, то система сама пересчитает по курсу банка и снимет с карты ровно столько, сколько нужно. Никакие суммы не нужно менять. Нужно будет ввести данные своей карты и все. Платеж будет совершен. И последнее. Сразу же после оплаты, как только поступили деньги. А это зависит от способа оплаты, какой вы выбрали. Например, если виза, то оплата проходит быстро. И в течение 50 минут к вам на почту, которую вы указали, придет письмо со всеми ссылками. Так как в видеоуроке многие состоят из нескольких видео, то ссылок будет несколько. Если вы не видите в почтовом ящике письма, то проверьте обязательно спам. Письмо с несколькими ссылками может попасть туда. У вас у всех разные почтовые ящики. И выглядит эта страница по-разному. Но у всех есть папка «Входящие» и «Спам». Если вы не видите письмо со ссылками в папке «Входящие», проверьте все папки. Для этого, возможно, придется нажать «Еще», чтобы открыть все папки. Письмо со ссылками обязательно будут в одной из них. Ну и если возникнут какие-то вопросы, например, видео не открывается, или не видите письмо, или будут вопросы по содержанию видео, пишите мне на почту. Вы видите ее сейчас на экране. Или же в комментариях к видео. Я все комментарии читаю. Надеюсь, я ответил на основные вопросы, которые возникают при просмотре моих видео. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok